Очень часто можно встретить ситуацию, когда владелец сравнивает свой личный автомобиль с диким животным. Некоторые видят волка в своем автомобиле, другие видят департы, другие видят льва, кто-то видит здорового вкачанного кабана. А сегодня у нас будет автомобиль, в котором можно увидеть маленького-маленького поросеночка, такой молочный, месяца 3-4 от рода. Друзья, суп компактный Kia Picanto, именно о нем сегодня пойдет речь. Друзья, всем привет! Kia Picanto третьего поколения выпускается с 2017 года. Сборка налажена уже в России. Ранее автомобиль собирался в Корее. Что можно про него сказать? Базовая версия этого автомобиля сегодня составляет 665 тысяч рублей, 0,00 копеек. Топовая версия 969 тысяч рублей. На секундочку, Kia Rio в базе будет стоить на 100 тысяч рублей дороже. Многие зададут с вопросом, кому вообще нужен этот суп компактный автомобиль, в который по большому счету четвером уж очень тяжело будет усесться. Вот эта версия стоит примерно 900 тысяч рублей. Это не самая топовая версия. Есть версия GT Line, которая будет сделана, ну скажем так, поагрессивнее, посимпатичнее. За свои деньги автомобиль достаточно хорошо укомплектован. Ну, в нем есть все самые необходимые блага. В нашем случае оптика идет галогеновая, диодные ходовые огни зато здесь присутствуют. Также есть противотуманочки. По внешнему виду, ну я сказал, машина в принципе смотрится симпатично, вот с передней части. В любом случае, ваше мнение вы можете высказать в комментариях. В силу того, что он суп компактный, габариты автомобиля я вам сейчас вывожу на экран. По длине автомобиль 3600 миллиметров. Минимальный радиус разворота у него 4,7 метра. Вот для сравнения, чтобы вам просто было понятно, возьмем седан D-класса, будь то Camry, будь то Mazda 6, будь то Ford Mondeo, минимальный радиус разворота там 6 метров. То есть автомобиль на самом деле таки юркий. Рандомно мы заезжаем в один из московских двориков для того, чтобы сделать эксперимент. Ну все вы прекрасно знаете, а субкомпактный, значит везде запаркуешься, везде будет комфортно. Давайте представим, что я здесь живу, приехал сюда парковаться. Что я вижу? Ну в первую очередь опять-таки, обратите внимание, да, машины стоят, все в принципе занято. Высокий бордюр, тот самый, который можно задеть на газон, не заехать, к счастью. То есть что получается? Вот оно, мое местечко, да? Если я вот так вот запарковался, покажи, пожалуйста, спереди бампер, как происходит. Задену? Сто процентов, да, задену? То есть вот мы паркуемся с вами, условно. Чуть дальше поедешь, ну как раз здесь прям вот, мы заденем сто процентов бампером, хотя бордюр вообще невысокий. Вот покажите, пожалуйста, рядом стоит солярия, по сути тот же самый Kia Rio, да, он нормально запарковался. Мы же поедем вперед, не получится, кстати, опять-таки тротуар, есть люди проходят, будут обходить, то есть есть разница того, что это, опа, под жопу до спинка. Но посмотрите, вот, ограниченное пространство, как на самом деле легко и маневренно можно здесь крутануться на автомобиле. Смотрите, вот по-хорошему, да, в силу того, что в городе все меньше и меньше становится мест, вот так вот запарковался, ушел, ну места хватает. Если бы это был бы седан D-класса, то есть на метр как минимум длиннее, соответственно, представляете так, что я бы сейчас полностью перекрыл бы вот этот пешеходный переход, тротуар, другими словами. Опять-таки можно сделать ход конем. Все, прижался к стене, соответственно, здесь сейчас я 100% никому не мешаю, все могут выезжать, заезжать. Естественно, многие владельцы хвалят, говорят о том, что автомобиль из серии, что он разворачивается вообще на одном месте. Если постоянно полностью выкручивать руль, ну, он маленький, он коротенький, то есть все, мы уже можем ехать дальше. Ну, самое интересное, нас здесь встречают под капотом, вот давайте на этом остановимся поподробнее. К сожалению, не каждому из нас удается покупать новый автомобиль каждый год. А вот обязательное страхование ОСАГО нужно действительно делать каждый год и регулярно его продлевать, чтобы мы не получали с вами штрафы и самое главное, чтобы мы защищали свою гражданскую ответственность. Друзья, я делал ОСАГО на свою Камри в компании ОСАГО.ГУРУ. Я оставлю на нее ссылочку, заходите. Чтобы сделать там страховку, не нужно даже выходить из дома. Все делается удаленно. Отправляете все ваши документы, вам делают расчет, озвучивают вам цену. Если вас цена устраивает, вы оплачиваете и полис вам падает на электронную почту. Все, что вам останется сделать, это только его распечатать, далее показывать его инспектору. Никаких вопросов к вам не будет. Вы 100% попадаете в базу данных РСА. Соответственно, если вдруг вам нужен полис ОСАГО и вы не хотите никуда ехать, ОСАГО ГУРУ, ссылочка остается в описании. Давайте начнем с плюсов. Как нам преподносит автомобиль? Ну, субкомпактная модель. Вес автомобиля до 1 тонны, 913 килограмм. У нас под капотом может быть два мотора. Они оба свеженьких, с 2011 года выпускаются. Ставятся на многие автомобили, субкомпактные по миру. В нашем случае их можно встретить только на Kia Picanto. Первый. Это литровый мотор, мощностью 64 лошадиной силы и 95 крутящего момента. Такой мотор работает в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Он трехцилиндровый. Разгон автомобиля до 1 сотни 14,3 секунды. Второй мотор, как в нашем случае, объемом 1,2 литра. Он идет на 84 лошадиные силы, 122 крутящего момента. Работает он в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон по паспорту до 1 сотни 13,7 секунды. В силу того, что моторчики маленькие, до 100 лошадиных сил, транспортный налог. Литровый мотор вам обойдется примерно 800 рублей в год. Литр 20, как в нашем случае, обойдется 1008 рублей в год. И, как говорится, не отходя от кассы, давайте сюда же добавим сразу минусов. Ну, в первую очередь, это расход. Заявленный расход производителем на вот этот автомобиль в городе примерно 7 литров на 100 километров. В реале расход автомобиля, как пишут владельцы, 8, а то и больше зимой с прогревами. 47 рублей за литр, 8 умножить на 47, 376 рублей. Вообще, 8 литров для такого автомобиля это действительно много. Автомобиль тестовый, у него пробег 1767 километров. И вот сейчас он показывает в среднем расход топлива 10,5 литра по бортовому компьютеру. Я прекрасно понимаю, что это тестовый автомобиль, он особо-то получается не обкатанный. Катается он на короткие расстояния. Вот если отправиться куда-то на дальняк и купить этот автомобиль, ну, вот у него реальный расход будет 8. Ну, блин, с пробками, если вот тоже, как я делал, там газку в пол, газку в пол, а здесь это, по сути дела, придется постоянно, потому что машина, честно говоря, вообще не едет. То есть, я думаю, вот у него реальный расход и будет литров 9, там, ну, под десятку. А это, сами понимаете, действительно очень много. Сюда явно напрашивается турбинка. Опять-таки, вы посмотрите, жрет нормально, сам по себе маленький, ехать не едет вообще ни хрена. Нажимаешь на педаль в пол, ничего не происходит. Ну, цифры об этом говорят сами. Вот, пожалуйста, прямой участок дороги, газ в пол. Ну, сколько, 70 мы разогнались. Соответственно, турбинку сюда напрашивается, напрашивается нормальный, либо автомат шустренький, либо какой-то робот, потому что здесь четырехступенчатый автомат. На трассе, вот, многие отмечают, что его не хватает. Конечно, автомобиль позиционируется для города, но, тем не менее, максимальная скорость автомобиля 160 км в час. То есть, выехать на трассу, ехать 130-140 на нем можно. Но он будет орать, то есть, не хватает пятой передачи как минимум. Естественно, автомобиль позиционируется как молодежный. В линейке представлено очень много цветов по автомобилю. Но вот девчонку, да, там, жена, например, по городу будет передвигаться, ей, наверное, этой мощности будет хватать. Потихонечку едет, никуда не спешит. Но вот молодежь в виде парней, я думаю, вряд ли кто-то вообще на него обратит внимание, потому что, что парням хочется. Если уж брать такое, его можно затюнить, там, заделать, знаешь, такой сделать, бешеный табурет, как у нас говорится. Но с таким мотором, что ты тут затюнешь, он ехать не едет, ни хрена. Турбинку поставить, пошустрее коробочку, вот это уже было бы интересно. По надежности, в силу того, что автомобиль с 2011 года выпускается, не такая популярная модель. В основном, вот я посмотрел отзывы. Все, кто владели автомобилем, до 150 тысяч проезжали максимум. То есть, таких вот пробегов, чтобы я нашел отзыв, вот, я проехал, на нем свыше 200 тысяч я не находил. На основании этого каких-то нареканий на мотор у народа нет. Тем не менее, если покопаться поглубже в интернете, посмотреть другие страны, и на этих моторах встречаются задиры в цилиндрах. Также здесь нужно следить за частотой радиатора, потому что мотор боится просто-напросто перегревов. В остальном же, вот владельцы, кто покупает у основья, катаются, к минусам больше относят то, что он дохлый, мало тяги, и то, что он шумный. Если прогазовывать, в салоне все слышно, потому что шумоизоляции здесь, как таковой, нет. Сам производитель указывает ресурс этому мотору 200 тысяч. То есть, соответственно, можно и больше проехать, если следить, ухаживать за автомобилем. Здесь все как повезет. Ну, 200 тысяч ты откатаешься, и до свидания. Гарантия 5 лет и 150 тысяч километров. Но, как вы помните, всего нужно добиваться. Зачастую, чтобы добиться гарантии УКИ, нужно привлекать на помощь юрисов. Мы идем дальше, потому что здесь, в принципе, поломок больше никаких нет. Их вообще особо здесь не встречается. То есть, с точки зрения подкапотного пространства, скажем так, до 200 тысяч, ну, давайте так, до 150 тысяч, сновья автомобиль можно реально считать надежным. Всем нам с вами нужны цифры. Покупая новый автомобиль, что дальше? Нужно обслуживать. Вот я запросил специального дилера техническое обслуживание. В среднем оно стоит 10-12 тысяч рублей. Есть два таких дорогих ТО. На 150 тысячах вам предложат заплатить 22 тысячи рублей. Ну, и на 90 тысячах 14 тысяч 600 рублей. Почетую, что это, скажем так, прописано, что нужно будет делать. Но, как вы знаете, приедете, ага, колодочки здесь не учитываются. Нужно будет колодочки поменять, еще что-то, диски, возможно. Соответственно, сюда нужно будет плюсовать дополнительно. Касаемо каска. В силу того, что автомобиль идет до 1 миллиона рублей, вы можете смело закладывать примерно, ну, 50 тысяч рублей полная каска на вас. Естественно, если брать только угон ТОТАЛ, если вы покупаете автомобиль в кредит, это будет тоже в районе 20 тысяч рублей. Машина спросом у угонщиков не пользуется, поэтому здесь будет все попроще. Во втором поколении многие жаловались на дорожный просвет. Якобы автомобиль был очень низкий. В третьем поколении это доработали. Сейчас заявлен дорожный просвет 161 миллиметр, но вы обратите внимание на передний бампер. Он реально низкий. Соответственно, любой более-менее высокий бордюр, в зимнее время какой-то сугробик, вы будете им упираться. Даже здесь, если провести пальцами, в некоторых местах чувствуется то, что уже подрали его. Колеса у нас тут 15-е. Есть версии побюджетнее, соответственно, там колесики будут 14-е. На зиму покупать зимнюю резину, я думаю, тысяч в 15 рублей вы запросто вложитесь. Опять-таки, можно потратить 1025 и купить уже резину на дисках. Тут решение принимать только вам. Подвеска передняя, независимая, амортизационная стойка типа Макферсон, задняя, полузависимая, балка. Здесь у нас тут дисковые тормоза, сзади у нас тормоза тоже дисковые, невентилируемые. Кстати, мы совсем недавно снимали Volkswagen Polo, так вот там сзади были тормоза барабанные. Я просто-напросто удивился, даже подумать не мог, что сегодня на автомобиле за 800 тысяч рублей до сих пор можно встретить барабанные тормоза. Здесь же доработали подвеску. То есть, автомобиль стал более жестким. Многие жалуются, что вот выезжаешь на проселочную дорогу. Друзья, не для проселочной дороги автомобиль. Автомобиль сделан для города, вот для такого асфальта. Соответственно, рулится он реально достойно. Ты вот садишься, машинку чувствуешь. Да, она легкая, если на трассе мимо тебя будет проезжать какая-то фура, то тачку может отшатывать по полной программе. Вакуа автомобиля 35 литров. И вот мы смотрим, что у нас получается сзади. А сзади, на самом деле, картина очень печальная. Вот я сажусь сам за собой. Я ростом 1,86 метра. И мне просто-напросто места здесь нет абсолютного. Только если в разные стороны ноги раскину. Потому что так сидит, ну, неудобно. Хотя я настроил не так, чтобы я там вальяжно расселся в автомобиль. Я сел так, чтобы плюс-минус мог рулить. Что есть сзади? Сзади нет ничего. Сзади только я могу открыть окошко себе и все. То есть, для кого задние посадочные места? Я бы больше сказал так, что они для того, чтобы ты перевозил какие-то вещи. То есть, автомобиль предназначен для водителя. Ты сел за руль. Ну, максимум с тобой рядом там коллега по работе сел, либо подружка. То есть, мазить из него вообще невозможно. Потому что вот, мы сидим здесь, а вот эта часть у нас получается багажничек. Задняя часть автомобиля, на самом деле, ну, не знаю. Мне вот кажется, что передняя часть, она симпатичная. Задняя вообще какая-то невзрачная. Ну, так себе, блин. Ну, как-то, фу. То есть, здесь есть тоже диодные вставочки, лампочки. Обратите внимание, что у нас есть камера. Это реально круто, то, что камера заднего вида даже на таком автомобиле присутствует. Открываем багажник. Также парктроники. Ну, корейцы в этом плане действительно всегда хорошо укомплектованы. И что мы получаем? То есть, вот в таком виде у нас сейчас 255 литров. Багажник стал больше. Раньше он на 50 литров был меньше. Я не представляю, как это. Потому что вот я сейчас достаю наше оборудование. То есть, ну, неудобно. Смотри, портфель не могу даже полностью открыть. Вот если сложить сиденья, а они здесь складываются, то у нас получится примерный объем 1010 литров. А это уже достаточно. То есть, куда-то поехать, что-то перевести, какой-то длинномер. Но это уже получится действительно нормальный багажник. При условии того, что у нас еще такой кузоводчик, хэтчбэк. Но по всем своим параметрам нам явно дает понять то, что автомобиль не для большой семьи. Автомобиль для одного, ну, максимум двух человек. Съездил ребенка, со школы забрал, вкинул продукты, там, сумку какую-то. Если ты не заморачиваешься, если тебе вообще пофигу, тебе вот не нужна крутая тачка. Купил себе такую, там, тысяч за 800 рублей. Катаешься, там, в спортзал съездил. Никто на тебя не смотрит. Тебе машину особо-то и не жалко будет со временем. То есть, здесь, конечно, решение принимать вам. Интереснее посмотреть, как она себя покажет на дороге. Ведь машину мы покупаем для чего? Не для того, чтобы на нее ходить смотреть, а для того, чтобы на нее ездить. Пришло время присесть в автомобиль и посмотреть, что нас здесь встречает. Но здесь, на самом деле, все довольно-таки узнаваемо. Но в силу того, что у нас не самая топовая комплектация, но и не самая бюджетная, у нас, на самом деле, как я считаю, есть все. Давайте кратенько просто пробегусь. Приборная панель. Довольно-таки читаемая. То есть, все понятно. Тахометр, спидометр, запас хода. То есть, бортовой компьютер, все есть. Мультифункциональное рулевое колесо. То есть, та же самая Kia Optima, мне кажется, все здесь у них везде одно и то же. Фары можно поднять, опустить. Курсовая устойчивость есть, можно включить. И даже датчик давления в шинах, который привязан к КБС. Соответственно, прокол будет, он вам запищит. С левой стороны все, как обычно. То есть, управление стеклопакетами и так далее. Открыть-закрыть центральный замок. Многофункциональный дисплей, который имеет возможность подключать телефон. То есть, CarPlay, соответственно, сразу у вас будет навигация. В общем, все самое необходимое в нем есть. Он даже сенсорный. Включаем заднюю передачу. Пожалуйста, камера с динамической разметкой. Вот я, честное слово, просто в шоке. Потихонечку опускаешься ниже. Здесь климат-контроль, управление, все есть. Опять же, USB, AUX, все возможные вещи тоже присутствуют. Большая ниша для того, чтобы положить телефон, подогрев передних сидений, подогрев руля, ручник и маленький подлокотник. Вот на самом деле, пусть кому-то из вас покажет то, что, может быть, я рекламирую автомобиль, он дилерский мне его дали, я его пиарю, мне вообще пофиг, будет его покупать или нет. Я изначально, когда посмотрел на этот автомобиль, подумал, блин, ну вот так вот купить его, знаешь, как поджопник. Но когда я увидел паспортные данные, сколько он жрет, какая у него динамика, я понял то, что этот автомобиль просто для меня лично по расходу топлива и по динамике он отваливается нахрен. Несмотря на то, что гонять по городу некому, но все равно, когда ты нажимаешь педаль в пол, машина должна хоть как-то ехать, а не так, что она еле-еле разгоняется. Вот сейчас у нас идеальные условия, 60 км в час, не превышаем ни на километр, едем по городу, приезжает машина. Ну вот, вот для чего он и нужен. Обзорность автомобиля неплохая, то есть зеркала небольшие, но реально видно все, то есть габарит автомобиля маленький, но ты к нему очень быстро привыкаешь. Единственное, честновато будет, если поехать здесь втроем-четвером. Ну вот вдвоем вот ты сел, откинулся назад. Касаемо шумоизоляции, естественно, если мы разгонимся свыше 100 км в час, никакой шумоизоляции здесь нет. Автомобиль очень легкий, его и вовсе можно там ветром даже сносить, то есть ты будешь ехать по трассе в порывистый ветер, ты будешь дискомфорт испытывать жуткий. Газ в пол, даже с горочки мы даем, еле-еле она двадцатку набирает. Вот мы разгоняемся до 80 км, уже прям дикий гул идет от колес. То есть если выйти на трассу на этом автомобиле, это будет действительно дискомфорт. То есть в лучшем случае, знаешь, музончик, включить 110, 120, не более, тогда ты будешь передвигаться еще как-никак с комфортом. Но в любом случае нужно рассматривать этот автомобиль по всем параметрам, и на трассе в том числе, потому что живешь в городе, поехал на дачку, это тоже важно, нужно учитывать. В общем, про машину сказать особо нечего. То есть она не какая-то технологичная, что можно было бы сказать, а смотри, какая здесь фишечка есть, а вот тут вот так интересно сделано, недорогой автомобиль, из серии, что сел, как я и люблю говорить, завел, поехал, дела сделал, бросил, все. Если много проводить времени в машине, то будут все те же самые проблемы, которые есть на абсолютно всех автомобилях подобного класса. Здесь не очень комфортное сидение. Вот поначалу садишься, вроде бы неплохо, на дальнее расстояние, особенно тем, у кого есть проблемы с поясницей, со спиной, будет дискомфортно. Пластик здесь же, вот под левую руку, тоже дубовый. Вот просто дубовый, кладешь на руку, неудобно, прямо охотно какую-нибудь подушечку сюда подложить. С правой стороны у тебя есть подлокотничек, да, он небольшой, но он есть уже комфортно, он мягкий, это самое важное, но он сделан чисто только для водителя. Руль приятный, ну реально, вот руль, вот как бы, что-что он приятный. Приборная панель, все читается, тебе все понятно. Вот с точки зрения того, что ты купил машину, чтобы ей управлять, здесь все это есть. Летом не жарко, зимой будет тепло, подогревы все есть. Подвеска, она жестковата, соответственно, ну не прям вау, уже сильно жесткая. То есть, например, BMW 3 серии новая, вот там вот жесткая подвеска, машина стоит хорошо на дороге. Но при этом ценник у автомобиля практически там 969 тысяч рублей. Торг уместен, как и везде, тысяч 30-40 тебе всегда скинут. Самое главное, смотреть на каких условиях покупаешь, когда покупаешь, в общем, здесь все имеет решающее значение. И вот отмечу тот факт, что в силу того, что спереди стоит амортизационная стойка типа Макферсон, я когда проезжаю, лежащие полицейские неровности, мне в принципе комфортно. А вот сзади стоит балка. Вот я всегда отмечаю, что балка, она прыгучая, она вот жопа прыгает вот именно для заднего пассажира. А у нас автомобиль и так маленький. То есть, получается такой эффект, что наш оператор с вами сидит сзади там на колесах. И когда мы проезжаем лежащие полицейские, пластиковые, мне вроде бы нормально. Она говорит, блин, я аж прям подпрыгиваю. То есть, это тоже нужно учитывать, что если вы там будете детей сзади возить, передвигаться на автомобиле нужно плавно и аккуратно, чтобы всем было комфортно. Пришло время сделать выводы. Друзья, у автомобиля есть свои плюсы. Так, например, цена. Он действительно неприхотлив в обслуживании. Это можно назвать надежным автомобилем до 150-200 тысяч километров. Все зависит от обслуживания. Содержание. Транспортный налог мизерный. Каска здесь тоже, по сути, будет недорогая по цене. ОСАГО тоже будет недорогая. Здесь все нужно считать по вам. Так, например, у автомобиля есть и значительные минусы. В силу того, что это небольшой автомобиль, маленький объем двигателя, хочешь, чтобы он был пошустрее и хочешь, чтобы у него был маленький расход топлива. Но здесь этого нет. Машина действительно тесная. Вот если ты передвигаешься один, ну, вдвоем, окей, хорошо. Можно будет уйти сесться, будет нормально для города. Если вдруг вам нужно сесть четыре человека, вот это уже будет целая проблема, потому что сзади людям будет, ну, очень тяжело усесться, особенно если они высокого роста. Автомобиль однозначно для девушек, для женщин, для бабушек. Ну, представить мужика какого-то взрослого, вкачанного, не вкачанного, обычного рабочего мужика на этом автомобиле я могу лишь только в том случае, когда он едет на автомобиле своей жены. Чтобы кто-то пришел, мужик сказал, слушай, блин, пикантная, интересная машинка, я ее возьму. Ну, нет, есть комплектация интересная GT Line, которая будет выглядеть спортивно, она будет только выглядеть спортивно. Машине не хватает версии с турбинкой, с коробкой роботизированной, но чтобы она хотя бы по паспорту ехала секунд восемь. Ну, тогда уже будет, ого, пиканто восемь секунд, да еще с возможностью чипануть бешеная табуреточка для города. В любом случае, я приглашаю вас в комментарии, высказывайте ваше мнение, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Возможно, вы скажете, да за такие деньги лучше посмотреть на вторичку, потому что из нового тысяч за 800-900, ну, вы, по сути, ничего сегодня не купите. Все те же самые модели Rio, Solaris, ну, и вы все остальное знаете сами. Друзья, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok